В какую сумму обходится квадратный метр жилплощади, на какие виды работ пойдут коммунальные платежи. Выяснить поможет дополнительный договор между собственниками жилья и управляющими компаниями. Жители самарских многоквартирных домов, заключившие такое соглашение, точно знают, за что они будут платить и на какие услуги рассчитывать. На сегодняшний день необходимо конкретизировать работу управляющих компаний и обеспечить их полное соответствие с теми параметрам, с теми функциями, которые они должны выполнять. Сейчас в Самаре только 2% многоквартирных домов имеют такой договор между собственниками и управляющей компанией. По этой причине, чтобы улучшить прозрачность сферы ЖКХ, по инициативе губернатора Самарской области в городе стартовали семинары, на которых слушатели будут обучать грамотному управлению своим домом и выстраиванию работы с управляющими компаниями с позиции собственников жилья. Я думаю, что абсолютное большинство хочет в том, чтобы за их средства оказывались понятные им услуги. И я абсолютно уверен, что когда мы сегодня выйдем с окончания с этим семинаром, то те, кто будут находиться в зале, поймут, как это сделать. А наша задача – рассказать и помочь. Основная цель занятия – научить активных жителей распоряжаться своим имуществом. Самим, как заказчикам услуг, диктовать правила управляющим компаниям. А в случае недобросовестного исполнения обязанностей научить собственников принимать любое решение, в том числе и менять управляющую компанию. Право собственников любого квартирного дома рассмотреть вопрос о том, что, наверное, стоит работать с другой управляющей компанией. И я думаю, это существенный достаточно рычаг в руках собственников. И управляющая компания любая не захочет терять, особенно если это действительно интересный дом с точки зрения собираемости и так далее. Это бизнес в первую очередь. Она просто вынуждена будет пойти на контакт. Такие семинары до 27 сентября пройдут во всех районах города. Вход на них свободный. Андрей Горгуленко, Максим Гусев, Константин Головин. События.